Ротуйте котика! Привет, столица! А по республике 188 пожаров было, таких учетных, прям серьезных, сильных. И 36 человек погибли на этих пожарах, 32 спасены. Что происходило у нас в Минске? В ночь на 6 января произошло загорание матраса в квартире дома номер 6, корпус 1 на Есенина. Это звучание, напомню, классическая история. Такое классическое, как мы говорили про то, что в гости, знаешь, там приходят, не инструктируют. Но тут не гость, тут брат хозяина квартиры имел неосторожность. Но, тем не менее, опять вот эти вот праздники продолжаются. И хотелось бы еще рассказать, если к вам приходит кто-нибудь в гости, обязательно инструктируйте, где можно курить, где нельзя курить. А вообще, на улицу надо выходить. Вот, днем в четверг в МЧС поступило сообщение об обнаружении маслянистого пятна на акватории реки Лошадца в районе Асаналиева. Такой вот был инцидент. Мора и рыбы не обнаружены, взяты пробы анализа воды. Все, в общем, ликвидировано. 7 января около 16.00. Мужчина, проживающий на Одинцово 33, чуть не устроил пожар в своей квартире. Как все просто. Выпил, находился в состоянии алкогольного опьянения. Решил приготовить пищу, но где-то там отвлекся. В ночь на 8 января произошло обрушение железобетонных конструкций моста на Немиге. Я думаю, про это знают все уже. Останавливаться не будем. Так, в субботу днем сгорел полностью Рено 2002 года выпуска. Пока причина неизвестна, но предполагается, скорее всего, короткое замыкание. И 9 января, также днем на Рокоссовского, тоже сгорел автомобиль. Только уже не Рено, а Пежо 2001 года выпуска. Тут также предполагается короткое замыкание в моторном отсеке. Тоже напоминаю слушателям про наши вот эти холода. Нагрузка очень серьезная на двигатели, генераторы. Так что следите за проводкой, наблюдайте за автомобилем. Если даже не используете, да, во дворе, то можно по проверенному способу обезопасить свой автомобиль. Это просто-напросто снять аккумулятор, занести домой. Так он и в тепле будет, и машина точно не заискрит. 10 января, можно считать, вот прям день в мире животных. В 8 утра спасатели ловили куницу в спортивном клубе на Купревиче. В обед на Лабангас ловили ястреба. Ближе к вечеру в МЧС сообщили о лебеде, лапа которого вмерзла в лед. Ну, а около полуночи ловили змею в ванной комнате дома номер 45 Погурского. Такое отшивание, что и на некоторых домовились все за один день везти на прогулку. Ну да, получается как-то так. Так, кроме этого, что еще было в понедельник? Ну, стандартно у нас сгорел автомобиль полностью. Опять же, Рено почему-то вот на этой неделе так. А на Элимской спасатели высвободили указательный палец мальчика 13-го года рождения из пластикового мяча для настольного тенниса. Ну и что произошло вчера? В первой половине дня поступило сообщение о загрании одежды на мужчине 56-го года рождения в производственном здании на бетонном проезде. Предположительно, мужчина упал на самодельный обогреватель. Таким образом, одежда загорелась. С ожогами туловища, конечностей на 20% тела он был госпитализирован. Чуть позже, наверное, стоит рассказать слушателям, что нужно делать, если вдруг загорелась одежда на вас, да? Так, обысково расскажем. Стоит напомнить, наверное. Вот, и в 15.33 очевидцы сообщили на 112 о дыме из окна квартиры дома номер 1 по улице Тургенева. Прибывшие огнеборцы установили, что в жилой комнате квартиры на втором этаже горело имущество. Проникнув в квартиру, работники МЧС в гостиной обнаружили без сознания девочку от 2015 года рождения. Спасатели вынесли ее на свежий воздух и до приезда бригады скорой помощи проводили сердечную легочную реанимацию. Спустя некоторое время была восстановлена сердечная деятельность ребенка. Девочка госпитализирована. Причина пока что устанавливается, рассматривается короткое замыкание или детская шалость с огнем. Ну и в начале девятого вечера вчера на Гурского сгорел экскаватор-погрузчик. Прям полностью полыхал. Предполагаемая причина – пожог в этом случае. Такие происшествия были за неделю. Ну, правда, спынемся еще больше так подробязно на некоторых выпадках. И что робить, коли так отбывается. Але у всех это будет литерально праздник. Некольки хвилин. Час безпеки. Процехивается наш час безпеки. Я нагадаю у студии гость, работник Центра пропаганды Минска Городского управления Министерства по назначайных ситуациях, Александр Папко. И обещали мы гульню, как завсюду. Саша, давай пытание. Саша, ты так постоянно после каждой песни меня объявляешь, как будто, может, забыли кто-то. Как будто бы кто-то поспел забыться. Ну, я, конечно, не разумею, что ты у нас частый гость, але у всеряка бывает. Ну, нехай память, то есть, докладно, вот кто про всех рассказывает. Просто ты договоришь, мне прям хочется сказать, и, конечно же, Марта Худалей, хочется вот так в ответ. Ты можешь протягнуть. Да, да. Чтобы мало ли что, мало ли кто-то включил вот эту радиоволну, да, и не знает, а кто это, девушка такая. Вот, вопрос хотел бы задать. Да. В общем, знаете все, наверное, что МЧС любят, работники МЧС, какие-то, ну, нововведения в области пропаганды где-то, профилактики. Вот, от мало до велика, да. И решили, в общем, выпустить серию таких мультфильмов, очень обучающих, классных. Новых серий, потому что были, да? Да, новых, потому что был у нас уже мультсериал, вот. И сейчас хотим запустить новый прям блог, уже там готовы пять серий выйти вот-вот. Хочу узнать, это было анонсировано уже в интернете, хочу узнать у слушателей название, название этого мультсериала. Ну, такие, видишь, пытания довольно складанные, я бы сказала. Ну, можно поискать, как бы там легко, в принципе, найти. Я пробовал, тренировался на коллегах, они, в принципе, справились быстро. Так что, ну, такое знание, конечно, сомневаюсь, что кто-то прям сходу угадает, но нужно поискать и посмотреть. И, по крайней мере, ну, есть уже там тизер, в общем, такой на YouTube-канале МЧС. Можете вот даже посмотреть, что это за мультсериал, и, ну, ждать выпуска, показать своим детям, даже и взрослым интересы посмотреть будет, я думаю. Еще можно включить фантазию, и, если раптом не знаете, то просто наугад пропоновать некие назвы, а что, когда трапите у яблочко. Дорога, я нагадаю, что свои отказы вы досылаете на Суполку Радио Столица ВКонтакте раздел по уведомлении. И самое главное, той, кто будет первым, кто правильно первым откажет на пытание, отрымая подарунок от Минска городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях. Так что, спешайте, пропонуйте свои варианты, а мы протягнем размову. И, ой, Саш, обещали мы рассказать и находить, что робите, когда одень загорается так на человеку. Ну да, случай такой не совсем частый, но возможно такое, что, допустим, не при пожаре, а при каких-то других обстоятельствах вдруг на человеке загорается одежда, да? И что делать в этом случае? Понятное дело, что, ну, это является прямой угрозой для жизни, а значит, надо как-то незамедлительно тушить это все дело. Но это сделать совсем непросто, потому что человек, который горит, обычно находится в таком очень паническом состоянии и старается как можно быстрее убежать от огня. Нужно знать, во-первых, что если загорелась одежда на вас, например, незамедлительно нужно упасть, лечь на землю, на пол, на что-либо, да? Потому что, ну, в принципе, когда человек стоит, там огонь поднимается вверх и, ну, хорошо, если у вас горит шапка, да, можно ее просто снять и не падать на пол. Но если у вас загорелась где-то там на туловище, то, во-первых, можно получить термоингаляционную травму. Можно просто задохнуться просто-напросто вот этими продуктами горения. Вот, если вы видите, что человек горит, нужно всеми способами его как-то повалить, понятное дело. Когда только уложили, тогда уже банальный способ это облить, конечно, водой, засыпать песком. Сейчас у нас снег можно снегом закидать. Нужно еще тоже помнить такой момент, допустим, срывать одежду, можно или нет. Ну, во-первых, если на человеке одежда только-только загорелась, вот первые секунды буквально, тогда можно срывать одежду, даже нужно. Но если уже прошло какое-то время, там, ну, несколько десятков секунд, тогда это уже даже опасно. Почему? Потому что прикипает, да, вот к одежде, и вы можете просто ободрать ему кожу. Вот, что нужно еще помнить очень важно, это как бы вы ни тушили человека, его голова всегда должна быть в открытом состоянии. Ну, то есть, если вы решили его просто накинуть в какой-то элемент одежды, да, допустим, покрывало какое-то, одеяло, голову всегда оставляйте открытой. Почему? Потому что он запросто может задохнуться. Если ничего под руками нет, не оказалось, человека мы повалили, остается только одно. Это катать его по земле. Таким способом можно сбить тоже пламя. Конечно, как мы только сбили все это пламя, что делаем? Звоним скорую. Обеспечиваем пострадавшему покой. Пока вот ждете скорую, можете дать ему какой-то анальгетик, ну, притупить эту боль. Также следует обильно поить пострадавшего, таким вот слегка теплым чаем или водой теплой. Ну, ни в коем случае не алкоголем. Знаешь, как можно подумать, ну, давай против боли. Алкоголь, наоборот, в таких случаях усугубляет. Очень большая нагрузка на сердце может попросту остановиться сердце. Если человек находится в шоковом состоянии, ну, дать какое-то успокоительное. Ну, я думаю, это уже все рекомендации, все возможные, которые я вспомнил. Ну, и еще хотелось бы, конечно, обратить внимание на вот этот вчерашний случай, да, когда вот делали сердечно-легочную реанимацию, да, ребенку. Тоже, как нужно правильно делать. Хотелось бы напомнить всем, если это ребенок, допустим, положили его на землю, на пол. Ну, желательно, чтобы это было что-то твердое, что не пружинит. Не нужно думать в этот момент, что вот ему будет так теплее и мягче. Это, наоборот, усугубит ситуацию. Положили, запрокинули голову, нажимаем 30 раз на грудную клетку. Ну, ребенка достаточно одной рукой это делать. Если взрослому человек, ну, уже тогда две руки скрестили, ему на грудине. Ребенку где-то примерно, чтобы грудная клетка опускалась на одну треть высоты, а взрослому до пяти сантиметров примерно. Ну, это хоть жить так легко, а на самом деле так довольно сквозь, да, на зарабить колени? Ну, не рабе вот этого никакого. Ну, ты знаешь, да, как бы сложно, но тут тоже нужно учесть такой момент, что если слишком сильно давить, да, можно что-то проломать. Но лучше проломать, чем не додавить. Так что, ну, так, и не сказали. Запрокидаем голову, закрываем нос и два вдоха осуществляем. Так и чередуем вот эти вот все действия, пока не человек не придет в себя, либо не приедет скорая. А вось тут такое пытание, саправды, калі чалавек не рабю, напрыклад. Ніколі, все ж такі, што лепш, ну, так бы, мось, паспробаваць зарабіць, ці разумець, што, ну, ты не умееш і можеш зарабіць горш, вось у такій ситуації. Ні, 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 ну, слушай, ну, канічно ж, нужно всігда пробувати, потому що, ну... Ну, тобі, різака, ну, я маю навазі, що калі ти не умееш, віляка різака зарабіць на шмат гурш чалавеку, в такій випадку. Ні, ні, хуже ви точно не зробіте, якщо немає помощі, ну, хоч якія-то помощі, вона, ну, візможна і сработає. Так що в будь-якому случі, нужно пробувати, і, да тут і нічого сложного нету. Тридця нажатий, два вдоха. Чередуєм і делаєм це пастоянно. Ну, чтож, дарача, ну, на самосправі, нехай, усе будзе доброго, усіх віддатно. Ну, а дарача, наша гульня пратягується літеральна нікалькі хвілін, і ми будзем падводзіць вынікі. Пратягуєм час безпекі, а вось гульня наша завершається. Стоп, гульня, кажемо, Саш, нагадай, питання, ну, і, конічня ж, адказ, саме головне. Так, новий мультсериал запускаєт МЧС, і я хотів знайти його названня. І це названня, давай я вот так вот подійду іздалека. В цьому серіалі будуть четвероногі друзі. Кто вони? Тепер у персонажей появились імена. Якщо в волшебной книгі був просто бобер, зайчик, птичка, да, то сейчас кожному дали імя. Так, є Крутой Профі, є блогер Лайк, Гений Эйнштейн, є мастер приколов і приключенья Йо-Йо і умниця Афіна. Вот, імена ані стали персанажамі нового мультсериала «Спецотряд 112». Хэта назва була, калі што, так, правильний адказ. І у нас Александр правильний першим адказав, «Спецотряд 112». Так, Александр, расскажем, як забрать хутка подарунок, но, дарэча, вось видыш, мне вільми спадабаўся ішча варіант назвы, ну, «Спасайка» по-руску, там, написалі нам так учыць. Цікавы варіант. «Спасайк» не будзе? Ну, пакай не планируюць. Мені кажацца, «Спасайка» є щось, може, дажа в Расіі, не знаю, неуверен. Саш, а давай, крыху, так, ў двух словах нагадаем нашым слухачам, дзе як можна паглядзець, вось такі сері, каб саправды навучицца. Ну, все эти серіи будзут на ютуб-канале МЧС Беларусі, так що заходите. Не знаю, ещё пока, ещё не запустили, но я думаю, что как раз к 19 января, а это буде День Спасателя, у нас, да, буквально через неделю праздник, ну, будет уже, будут серіи, надеюсь. Коллеги, запускайте, тут уже люди требуют, правильно? А ещё, кстати, ну вот праздник-то серьёзный у нас, День Спасателя всё-таки, да, и будем как бы праздновать, как всегда, купаться в проруби все вместе с коллегами. Вот, хотелось бы ещё пару слов сказать о безопасности, как купаться, но я думаю, что в следующий раз, да, в следующий раз как раз у нас будет крещение. Так что эти рекомендации уже припасём на следующий эфир. Ну, а как мы будем проводить этот праздник? Конечно, у нас будет какой-то концерт, будет присяга новобранцев, понедельник в музее Истории Великой Отечественной войны, вот собирается где-то 64 человека, вот тоже очень гордимся. Ну и, конечно, присылайте нам ваши открытки, какие-то поздравления к 19-му, знаешь, как перед днём рождения выставляем какой-нибудь пост там в Инстаграме, вот там, день рождения у меня, или с днём рождения меня, чтобы все знали, что у нас день рождения. Так и сейчас, вот анонсирую на всю страну буквально, да, нас же все слышат, что 19-го числа не забудьте поздравить всех своих знакомых работников МЧС. Ну, у меня так сама будзи, яшча такая макчымасть, а эфиры якраз с 19-го, и будзим чекать таму, паколь, что не буду так веншаваць, змогу это зарабить пасля. Ну, что ж, Саша, дяк тебе за то, что рассказал, пройшел, будзим спадзявац, что вось таких надзвычайных здоровья будзи меньше, ну, кали хотя бы на одно здоровье будзи меньше, дяк учивысь нашим размовам, то это уже добра. Я нагадаю, что у нашей студии был работник Центра пропаганды Минского городского управления Министерства по назавычайных ситуациях Александр Папко, и ты так хотел проставить... И Марта Худалей. Так, и Марта Худалей, дарыча, з вами мы яшча пачуемся, но, Саш, тебе дякую паколь. Спасибо.